Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня начинаю новый влог. И в этом влоге я хочу вам показать. Мы недавно были всей семьёй, ну, я муж и дети, да, в Эрмитаже. Я немножко поснимала вам. Вообще в Эрмитаже, конечно, я бывала много раз. Но и на видео смотреть это немножко не то. В Эрмитаж, конечно, нужно приходить и нужно быть непосредственно в нём и смотреть своими глазами на всё то, что там есть, на всю эту красоту. Вот, поэтому, ну, я немножко поснимала. Возможно, вам это будет интересно. Так что вставлю кусочки в этом видео. Также в этом видео я хочу вам показать. Меня как-то спрашивали, кстати, и после этого вопроса я сделала заказ. Почему я не заказываю больше на любимой басильке? Вы знаете, как-то вот я заказывала, у меня было очень много заказов. Я заказала всё, что только, мне кажется, можно было. У меня и пледы все, и покрывало, и домашняя одежда, ну, большая её часть, да, и постельное бельё, всё от басилька, полотенце, всё, что у меня, по-моему, весь текстиль, ну, практически весь, который у меня есть дома, это всё от любимого басилька. Да, и этот текстиль, он не портится, он, не знаю, вот сколько я не стирала, ничего не портится, всё в хорошем виде, в хорошем состоянии, костюмчики всякие спортивные, вы помните, да, я себе заказывала. Ну, в общем, в этот раз я решила заказать новое постельное бельё для моих детей, и, в общем, понеслось там, вот, так что давайте покажу вам заказ и потом кадры, которые я поснимала с Эрмитажа. Так, ну что, любимый Василюк, распечатала я заказ свой, вот такое ко мне пришло. Ну, всё отлично упаковано. Так, по срокам доставки у меня получилось, я заказала что-то там выходные, что-то такое было, ну, в общем, короче, с момента заказа, плюс ещё со мной согласовывали, звонил менеджер, согласовывал насчёт постельного белья, потому что я хотела наволочки, видите, на молнии. Вот, в общем, со мной всё это, короче, дело согласовывали там. В общем, где-то я, Почтой России шло 4 дня, я заказала Почтой России, мне так удобнее получать, она у меня здесь, ну, недалеко от дома, да, 4 дня Почтой России, и так, ну, где-то дней через, пока со мной согласовывали по поводу постельного белья, дней через 5 с момента заказа мне отправили. Ну, и плюс Почтой России, вот как раз я получила. Заказала своим мальчишкам постельное бельё. Вот такой расцветки, им очень понравилось, ну, чем-то, наверное, Майнкрафт или что-то типа того, он напоминает. Я заказала бязь. Мне, кстати, многие мои зрительницы тоже советовали бязь, что у василька именно хорошее качество бязи. Вот, я сейчас распакую, хочу состернуть немножечко. Так, кот пришёл, конечно же, помогать в пакетик залезать, куда же без этого. В общем, я состерну, застелю им постель. И что? И покажу вам, как всё это дело смотрится. В общем, полутораспальный с наволочкой 50 на 70 на молнии я попросила, чтобы не сделали. Там можно попросить сделать постельное бельё под ваши размеры. Это очень круто. Вот. Ну, у меня стандартное. В общем, смотрите, какое прикольное. Ну, это мальчишкам. Им как раз-таки и нужно было постельное бельё, поэтому ради них я и заказала. Ну, конечно же, кот. Надо всё проверить. Давайте распакую, покажу, что у меня ещё здесь. Так, я заказала, в основном, кстати, своим мужчинам. Во-первых, постельное бельё, которое я вам уже показала. И, во-вторых, старшему сыну я заказала вот такой вот костюм. Ну, всё это продавалось отдельно. То есть, отдельно шла футболка, отдельно шорты. Я беру мужчинам всегда на размер, а то и на два больше. Во-первых, они у меня любят, что когда носить дома, чтобы это было посвободнее. Это раз. А, во-вторых, немножко подсаживается. Ну, я с этим учётом как бы и беру. В общем, вот такая вот футболка. Смотрите, какая прикольная. Тёмно-синяя. Ну, просто обычная, да. Такая широкая, классная. Сыну моему очень понравится, это старшему сыночку. А здесь вот такие вот. Это как набито, что ли, не знаю. Вот. И вот такие вот шортики. Ссылочки, конечно же, я оставлю. То есть, у него получается прям костюм такой. Вот. Ну, он у меня любит подобные вещи. Так что, я думаю, ему подойдёт отлично. Я футболочку взяла побольше размер, а шортики поменьше размер. Потому что он любит, когда, знаете... Ну, сейчас все подростки ходят, знаете, да. Такая футболка, которая на 10 размеров больше. Вот у меня сын тоже такой любит. Вот. И младшему сыночку я заказала вот такую вот футболочку с тигром. Тоже тёмно-синюю. Я ему взяла тоже на побольше размер. По-моему, на 146. А, да, на 146. То есть, ему должно быть вообще нормально. Как раз самое то. В общем, ему вот такую вот классную футболочку. Здесь вот такой вот рисунок. Вот. И две футболочки я сказала своему мужу. Одну вот такую тёмно-зелёную, а вторую вот такую чёрную. Тоже качество очень классное. Хлопок очень нравится. Я ему... Ну, вот когда раньше там много заказывала Василька, я ему очень много накупила вот этих футболок. И он у меня их носит под свитер, под кофту какую-то одевает. Ему очень они нравятся. Они не... Вот эти вот края не перекручиваются. Ну, знаете, вот... Ну, не перекашивается. Не перекручивается, как можно сказать. Немножко они садятся. Чуть-чуть. Но не линяют. Цвет остаётся как вот нужно. В общем, футболочки очень классные. Мужу не нравится. Вот заказала ему ещё две. Точнее, ну, как бы две заказала. Вот чёрную и вот такую вот чёмно-зелёную. И ещё я взяла кухонные полотенчики. Одни вот эти вот с котиками я взяла на подарок. Вот. Человеку, который очень любит котиков. Вот. Я, в общем, их взяла на подарок. Смотрите, какие прикольные. Два котика таких сладких. Вот. А себе я взяла... Это, кстати... Такие-то, по-моему, вафельные. Нет? Сейчас я скажу, какие-то. Здесь три штуки. И, да, вафельные полотенчики. Очень мне тоже нравятся у Васика вот эти вафельные полотенчики. А себе на кухню я взяла вот такие вот. В упаковке три штучки. Смотрите, какие прикольные. Счастье есть. Тоже. Ну, у меня кухня такая серая. В серых тонах. И как раз вот такие вот полотенчики. Мне нравятся почему-то именно вафельные полотенца. Не знаю. Они такие... Ну, их постираешь. И они потом такие мягенькие становятся. Классные. С кондиционером, если. Вот. Ну, и рассветочка такая. Если какое пятно не так сильно видно, да? Девочки, как вы считаете? В общем, супер. Сейчас пойду состерну вот это вот постельное белье. Оно высохнет. Застелю. И покажу Вам, как оно смотрится. Ссылочки, конечно же, я Вам оставлю под этим видео. Вот такое классное постельное белье. Смотрите, для моих мальчишек. Это просто супер. Им очень понравилось это белье. Мне понравилось качество. После стирки... Ну, я постирала, погладила. Оно не село. Цвета остались такими же яркими. Не знаю. Подушки прям вот идеально подошли. В общем, застелила своими мальчишкам. Им, конечно, они просто в восторге. Чем-то напоминает Майнкрафт или что-то в этом духе. Я не знаю. Ну, в общем, супер. Очень понравилась расцветка. Мальчишки у меня, кстати, хотят еще. Они такие, а еще какое-нибудь красивое. Уж больно им понравилось оно. Вот. Так что я очень рада. И мне понравилось. И детям моим. В общем, ссылочки, как всегда, я вам оставлю под видео. Качество очень-очень классное. Вообще, постельное белье от любимого Василька, оно просто супер. Всем советую, всем рекомендую. Если вы еще не покупали, обязательно приобретайте. Еще раз повторюсь, что ссылки все я оставила под этим видео. И понравилось не только моим мальчишкам, но и коту. Посмотрите, сидит тут важный такой. Новенькое, чистенькое постельное белье. Его, конечно же, кому не понравится, правильно? Поэтому сидит тоже, намывается. Такой вот он красавчик у нас. Сразу практически прыгнул к ним сюда. Типа он тут будет валяться. Скинул одеяло. В общем, все у нас как всегда. Ну и немного кадров с Эрмитажа. Мы туда ходили. Я не знаю, как я, конечно, затащила своих мужчин туда. Они у меня не любители всяких театров, Эрмитажей, музеев каких-то и тому подобное. Не знаю почему, но как-то они выдержали. Ходили там вместе со мной часа два, даже больше, два с половиной где-то мы там ходили. В общем, супер. Ну, конечно же, понравилось в большей степени мне. Хотя я в Эрмитаже была не один раз. И все равно каждый раз, когда туда приходишь, не знаю, каждый раз, что ли, как в первый раз. Не знаю, как-то так, наверное. Конечно, там проходят всякие выставки, экспозиции меняются. Но сами залы, вот эти вот, такая, знаете, царская, шикарнейшая атмосфера. Я вот просто по-другому сказать не могу. Больше всего мое внимание, наверное, привлекают потолки. Вот вы обратите внимание, что я очень много их снимала. И потому что это как отдельное произведение искусства. Лично для меня очень красиво. Вот. Но, в общем, я особо болтать не буду. Я немножко практически в каждом зале, в котором мы были, я немножечко поснимала для вас. Но что-то рассказывать, все это нужно видеть, конечно же, своими глазами. И тогда вы ощутите всю красоту того, самого вообще, я не знаю, этого места шикарнейшего, можно так сказать. Так что будете в Санкт-Петербурге, обязательно посетите. Наверное, все, кто приезжает в Санкт-Петербург, все посещают Эрмитаж. Он этого достойен, конечно же. Вот. Но я много болтать не буду. Просто оставлю вас с такой красотой и приятной музыкой. Спасибо. Санкт-Петербург Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так что вот такая прогулка в Эрмитаже. Продолжение следует... 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 я люблю как брундучок вот еще кстати заказала бы такую штучку тоже попробовать вообще наверно оставлю его скорее всего для лета вот такая вот либо без вообще очень хвалят по моему масло для душа от этой марки так это у меня эмульсия для тела просто почему для лета потому что я тут прочитала что как раз подходит при обветривании и после длительного пребывания на солнце это как раз наверное вот будет хорошо летом если мало ли это но я использую солнцезащитные средства но все равно иногда бывает где-то кожа так слегка покраснеет и в общем вот эту штучку я оставлю себе на лето заказала на самом деле хотела использовать как лосьон для тела но оставлю лето уже скоро по крайней мере у меня девочки вот но как то так еще заказала себе два продукта кстати да в прошлом заказе и в этом заказе у меня нет этих пробников никаких но когда я заказывала там и не было ничего такого написано еще заказала себе средства от марки newline это марка это кора многие знают да это ее как бы профессиональная линейка у нас одно время в торговом центре был корнер называется корнер до такой маленький островочек где он по-моему сейчас есть надо будет посмотреть где продавалась косметика кора и newline и мне тогда девушка говорила что newline это как бы тоже кора только профессиональная линейка от этой марки я пробовала некоторые продукты и мне очень понравилась бота маска такая она большая она очень классно не знаю почему я ее в этот раз не заказала решила попробовать вот такие два продукта первый это биоконцентрат пептид актив для был глубокого увлажнения кожи что-то вообще нечто очень хороший кстати вот я же вам не показала сейчас покажу кто там такой красивый спит отдыхает мальчик его нельзя тревожить ни в коем случае он кстати любит в этой комнате в общем вот такая прям с пипеточкой но я ссылки оставлю я еще не пробовала просто может кому интересно посмотреть увидеть и по цене то же самое тоже на это средство 50 процентов короче я ловлю скидки и заказываю средства которые хотела попробовать но у меня правда много уже накопилось средств ну ладно так и здесь ну баночка такая прям да посмотрите крем актив для комплексной коррекции морщин вечерний уход ну как бы ночной крем короче коробочка прям профессионально все общем для восстановления зрелой кожи вечернее и ночное время коррекция лимических и возрастных морщин вот кстати по единственное что у меня есть претензия российской косметике и к беларуской косметики это то что слишком много обещают но вот слишком много это единственная для меня претензия средство хорошие мне и беларусь к косметикам нравится российская от российской и вообще от аравии я вообще в восторге я думаю почему я раньше не пользовалась этой косметикой а выбрасывала кучу денег на другой ну ладно вот единственное что да слишком много обещают вот то есть прямо ну вот вы омолодитесь прямо на 50 лет то есть смотрите способствует расслабление лицевых мышц сокращает глубину мимических морщин стимулирует выбрать выработку собственных белков кожи улучшает микрорельеф способствует смягчению существующих предупреждает появление новых морщин увлажняет питают смягчает обеспечивает антиоксидантную защиту нейтрализует то есть мы прямо список огромный ну ладно в общем буду средства использовать ссылочки оставлю ссылки на василек вам тоже оставлю вот и на сегодня уже буду с вами прощаться надеюсь что вам понравилось такое видео на пола для вас полезным и интересным василек обязательно переходите смотрите много там есть интересного мне кстати вот буквально недавно оставили комментарии о том что в васильке нет сейчас ничего интересного поверьте это значит вы попали просто в такое время когда все раскупили вот на самом деле много что там есть интересного я жку что еще присмотрела не знаю буду делать заканчиваю или нет держу себя в руках но пока не получается в общем все буду прощаться ссылки внизу всех люблю целую до новых встреч